друзья всем привет я рад приветствовать вас на канале киномейкинг это микрофонная система от компании лэнс гол микрофонная система которая работает в вы че диапазоне то есть дециметровых частот данная система является 99-канальной вы можете приобрести версию как с одним передатчиком так и с двумя передатчиками и работать в моно в стерео режиме и что самое интересное тоже в последнее время это входит в обиход сюда можно устанавливать micro sd карту памяти для записи бэкапа к сожалению сегодня в обзоре у меня версия с одним передатчиком довольно бюджетная микрофонная система оправдывает она свою цену или нет мы посмотрим чуть далее более подробно сформировать ценовую политику для себя в голове вы сможете пройдя по ссылкам в описании поставляется в подарочной упаковке микрофонная система внутри нас будет ждать инструкция на русском и китайском ну и гарантийный талон сами модули приемника и передатчик мешок для переноски всего этого добра микрофонная петличка идет в комплекте и как вы сами можете видеть они все на креплениях с микрофона петличка у вас идет крокодильчик и право на ветрозащита самая простая два провода идут для подключения камеры и trs для подключения к мобильным устройствам крепление на горячий башмак естественно что если говорить о комплекте с двумя передатчиками то состав в коробке будет чуть чуть пошире сами модули выполнены из пластика сейчас вы можете увидеть на экране его точные размеры что касается веса то без учета аккумуляторов вес модули составит 87 грамм для приемника и 86 грамм для передатчика вы уже наверное заметили наличие антенн антенны гибкие и у передатчика она одна у приемника их соответственно две данная система как я уже сказал самом начале имеет 99 каналов в ввч диапазоне лучший диапазон это диапазон ультравысоких частот на передатчиках у данной микрофонной системы есть одновременно и микрофонный вход и линейный причем оба этих разъема могут быть задействованы одновременно то есть вы сюда можете подключить одновременно два источника звука через линейный вход и через микрофонный причем линейный фото у вас программируемая вы можете его изменить либо сделать его также вторым микрофонным входом либо он вас так и будет работать линейный для подключения например звука с аудио микшеров или например с музыкальных инструментов к нему поставляется в комплекте всенаправленный микрофон идущая в комплекте ветрозащита довольно легко снимается я уже не раз пока готовился к данному обзору сталкивался с тем что она у меня просто выпадала все разъемы у вас завинчиваются для надежности чтобы у вас не выпали штекеры микрофон работает в передатчике на диапазоне входных частот от 60 герц до 17 килогерц здесь есть возможность бэкап записи для этого есть разъем под micro sd карту памяти на передатчиках вы можете использовать данную систему и без приемника просто взять с собой один передатчик и писать бэкап звук на карту памяти максимально поддерживаются карты памяти до 32 гигабайт бэкап запись делается в формате mp3 128 килобит в секунду 44 1 килогерц слабый формат если говорить о дальнейшей обработке звука постпродакшены но опять таки если у вас вдруг проблема сигналом и пропал сигнал между приемником и передатчиком о качестве сигнала мы поговорим чуть чуть попозже посмотрим на тестах чтобы не совсем не запороть вашу съемку вас есть всегда возможность взять хоть такой звук сзади обоих модулей есть стандартная клипса с помощью которой вы можете закрепить данные модули на ремне плюс вы можете установить крепление на горячий башмак с помощью него вы уже можете устанавливать приемник например на камеру либо используя отверстие на четверть дюйма зафиксировать например приемник где-нибудь на стойке помимо аудио выхода для подключения к камере есть еще разъем для мониторинга разъем под наушники которые без задержки питается оба модуля с помощью двух пальчиков батареек либо аккумуляторов на корпусе можно обратить внимание что есть еще type-c разъем но по факту к сожалению данная микрофонная система не питается напрямую по type-c разъему данный usb разъем нужен для того чтобы если вы используете не батарейки аккумуляторы у вас была возможность их заряжать я использую и киевские стандартные аккумуляторы от этих аккумуляторов у меня время работы составил примерно 7 часов у передатчика с параллельной backup записью и 9 часов у приемника из чего я могу в общем то сделать вывод что скорее если бы я не использую backup запись то передатчик проработал бы приблизительно столько же около 9 часов 9 часов это в общем то хороший показатель плюс в работе у вас всегда есть возможность взять и сменить аккумулятора или батарейки на другой комплект приемник включается с помощью кнопки set ее надо зажать и подержать передача включается с помощью специальной кнопки питания которая расположена вместе где у приемника находится вторая антенна поэтому видим у приемника и перенесли кнопку на лицевую сторону на обоих устройствах у вас есть lcd экраны на которых вы можете видеть всю доступную информацию если пробежаться по органам управления то на приемнике есть кнопка set которая позволяет вам если задержать войти в меню справа от экрана у вас есть кнопки плюс-минус для перемещения по настройкам в меню выбирая ту или иную настройку вы также нажимаете на кнопку set что вы можете сделать в этих настройках выбрать канал выбрать под каким индексом у вас будет работать тот или иной передатчик то есть у вас один передатчик определяется как передатчик и другой передатчик является как передатчик by соответственно и идет в левый канал в левое ухо если работает системе стерео by идет в правый канал в правое ухо вы можете их поменять в настройках есть возможность включить блокировку кнопку питания чтобы случайно ее не нажать во время работы есть настройки усиления микрофона которые на передатчиках можно выбирать от значения от минус 3 до 3 можно регулировать подсветку экрана время ее работы через сколько она будет отключаться включаться и у нас есть возможность включать фильтр низких частот если вы работаете в шумной среде например где-нибудь на улице или где есть некий фон посторонний вы можете включить эту лукат фильтр эту функцию и у вас будет отсекаться этот диапазон немножечко уменьшая посторонние шумы идущие из окружающей среды однако если вы пишете в тихих условиях например там студии где у вас тишина хорошая звукоизоляция то лучше данную функцию отключать иначе просто чтобы вас писался оригинальный звук без искажений дальше у нас есть настройка режима линейного выхода как раз таки это то о чем я и говорю вы можете переключить линейный выход сделать его также микрофоном здесь следующая настройка у нас отвечает за регулировку мощности радиочастотного сигнала на высокой мощности у вас получается более дальнобойная передача сигнала и по заявлению производителя при высокой настройке у вас будет работать данная микрофонная система на дистанции до 150 метрах но надо учитывать что при этом соответственно при усилении данного сигнала передачи у вас будет более ощутимый расход запаса батареи ну и собственно то о чем я говорил это включение функции записи на карту sd и достаточно один раз его включить и в дальнейшем при подключенной карте памяти у вас с включением передатчика будет вестись backup запись из недостатков которые хотелось бы отметить это довольно неудобное управление меню потому что чтобы из него выйти вам надо либо ждать пока автоматически выйдет либо спускаться в самый низ меню и нажимать exit что касается приемника вы можете отдельно управлять каждым из ваших передатчиков включать или выключать данный передатчик дистанционно выбирать канал для подключения конкретному данному передатчику регулировать уровень звука есть функция автоматического поиска все аналогично можно провести со вторым передатчиком by также есть возможность блокировать кнопку питания чтобы случайно не нажалась управление яркостью монитора здесь мы можем переключить режим аудио выхода либо в моно режиме либо в стерео давайте наверное переходить уже потихонечку к тестам и для начала начнем с теста на качество звучания тестовая запись микрофонной системы lens go 328c и комплектный петличный микрофон 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 lens go 328c петличный микрофон комплектный backup запись 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 в описании вы сможете найти ссылочку на облако куда я в общем-то заливаю вот эти все тестовые сэмплы хотелось бы сказать пару слов про эту backup запись мало того что в общем то она идет в довольно низком качестве формате mp3 есть еще один момент того что при попытке подгрузить в premiere там например или другую монтажную программу у вас будет выскакивать ошибка я использовал audition и уже из аудишена его конвертировал в формат а дальше уже подгружал его в premiere такой механизм просто проходит а теперь у нас как всегда тест на дальность работы микрофонная система lens go 328 производители заявляют что ее рабочая дистанция до 100 метров мы это проверим здесь также ведется запись непосредственно на передатчик который если что может использоваться как резервный backup я пошел 100 метров 1 2 3 4 5 микрофонную систему я убираю во внутренний карман чтобы если что мое тело работал в качестве перекрытия это тоже очень важный момент я отошел где-то на 20 метров 25 я очень хочу как раз таки проведать как данная система работает с перекрытиями лучше или хуже чем вот эти более современные идем дальше 50 метров следующая точка так впереди как минимум есть люди которые меня могут перекрывать поэтому надо на другую сторону раз два три 4 5 50 метров дистанция где-то приблизительно на глаз я точно не знаю дистанции определяют на глаз я знаю приблизительно точно где находится 100 метров дистанция раз два три 4 5 раз два три 4 5 где-то здесь приблизительно 70 метров 70 метров 70 75 идем дальше раз раз два три 4 5 тестируем микрофонную систему и приближаемся к 100 метровой отметки раз два три 4 5 с 1 2 3 и так сейчас я отошел на 100 метров это заявлено при их производителем дистанция я вижу что меня перекрывают люди поэтому отойду сюда но конечно позже они будут очень сильными и перекрывать это 100 метров я надеюсь что до этой дистанции по крайней мере в прямой видимости особых проблем не было когда я поворачивался но по поводу перекрытия который создал самим телом это мы конечно же узнаем чуть попозже но естественно мне интересно проверить как система работает на более длинных дистанциях поэтому пойду дальше . 150 раз два три 4 5 раз два три 4 5 даже лучше я буду идти спиной потому что эта дистанция сверх нормы и мне интересно будет ли сигнал еще ловиться сверх заявленных 100 метров вот сейчас меня люди совсем перекроют со всех сторон раз два три повернемся спиной камеры раз два три 4 5 вышел зайчик погулять холодно поэтому зайчик хочет быстрее домой и мы отошли на 150 метров да вот здесь где-то приблизительно 150 метров это уже сверх нормы которые заявлял производитель поэтому я даже не знаю слышно ли меня сейчас особенно учитывая тот факт что меня перекрывают люди они все ближе к камере и они прямо идут на нее они в сторонке это хуже но что поделаешь идем назад возвращаемся раз два три 4 5 люди уйдите в сторону пожалуйста вы эти весь обзор вы идете прям на камеру это ли и не видите то ли вы очень упрямо это считаете трамвай объезжать он не будет так мы вернулись на 100 метровую дистанцию они решили еще и стать постоять забавно возвращаемся на 100 метровую дистанцию это та дистанция которую нас заявлял производитель если сигнал пропадал то по идее сейчас прямой видимости ну перекрытием разве что куртка служит прямой видимости особых проблем быть не должно идем дальше и сейчас мы где-то приближаемся к 75 метровой отметки я напомню что сейчас на тесте 328 система 328 си от lens go ну в принципе обзор то вы смотрите самого начала 70 метров мы прошли так что забыть о чем мы говорим вы не должны но я несу всякую чушь потому что мне надо говорить чтобы шел звук чтобы вы могли понять работает или нет 50 метров мы прошли приближаемся к четвертиночки пути 25 метров 25 метров 25 метров 25 метров мы проходим не ориентируюсь по столбам хотя по факту это не совсем правильно тут расстояние не столбах должно измеряться но я как сказал уже точно хас я не знаю мы приближаемся камере и так вот собственно говоря мы прошли этот путь будем надеяться что все окей но как всегда выводы уже самом обзоре что касается работы с перекрытием корпуса то проблему данной системы начинаются где-то метров с двадцати что касается в прямой видимости это было характерно и хорошо видно по пути моего обратного следования от 150 метров к камере периодически пропадание сигнала сохранялись где-то до 60 метров а вот начиная 60 метров у нас уже пошел чистый сигнал без прерываний и без потерь плюс напомню что здесь есть возможность backup записи если вы совсем потеряли сигнал вы всегда в общем то можете его хоть как-то менее качественно но восполнить эту потерю и не провалить свои съемки какие плюсы я могу ответить отметить на данной микрофонной системы безусловно наверное как это в общем то в большинстве современных микрофонных систем появляется тенденция к возможности backup записи на карты памяти либо на встроенную память как например у роудовской микрофонной системы здесь она тоже есть и это плюс для бюджетной микрофонной системы прежде всего большим плюсом в случае использования комплекта с двумя передатчиками является возможность выбора моностерео режима когда вы можете записывать двух передатчиков звук в каждый отдельный канал это большой плюс на постпродакшене возможность использования одновременно и линейного входа и микрофонного входа для записи звука есть и свои минусы у данной микрофонной системы прежде всего это возвращаясь к тому же backup он есть но хотелось бы в общем-то качество иметь получше отсутствует возможность выйти быстро из меню индикация уровня громкости она не имеет у нас никаких меток вследствие чего довольно сложно ориентироваться плюс как вы сами видите она в общем-то сама по себе не очень ярко выраженная особенно конечно это актуально если вы используете как раз таки backup записи например не используйте вообще приемник подключенной камере то есть у вас нету возможности даже промониторить ваш звук было бы удобно если вы имели возможность хотя бы по индикации смотреть на каком уровне у вас сейчас работает данная микрофонная система в общем-то это все спасибо вам за внимание всем хорошего подписывайтесь подписывайтесь на канал и на дополнительные соцсети с этой стороны получается здоровье сейчас в это время довольно непростое главное это здоровье побольше вам его и главное чтоб она вас не подводила на всем хорошего пока